Попал с угрозой преждевременных родов. Меня увезли в роддом, не в тот, в котором я планировала рожать. До утра положили под КТГ. Заболела коронавирусной инфекцией. В целом я нашла решение этой проблемы. А были ли какие-нибудь изменения вкусовых пристрастий? То, о чем все рассказывают. Ну, это невозможно было ни с чем перепутать. Естественно, я сразу поняла, что произошло. Разбудила мужа. У мужа, как и у многих мужчин, началась паника. Всем привет! С вами Нина Пипя. Вы на канале онлайн-школы «Легкие роды». И сегодня у нас будет интервью у выпускницы нашей онлайн-школы. Здравствуй, Ирина. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина. Мне 35 лет. Я счастливая выпускница школы «Легкие роды». Два с половиной месяца назад я впервые стала мамой. У меня родилась прекрасная дочка. И сейчас я нахожусь в стадии познания всех прелестей материнства. Давай начнем сначала. Расскажи, пожалуйста, про какие-нибудь первые признаки беременности, которые ты ощутила. На самом деле, первые самые признаки беременности у меня появились, наверное, на сроке где-то около 7-8 недель, когда начался легкий токсикоз. Но в классическом понимании, конечно, наверное, у меня не было всех этих ужасов, от которых многие говорят. Мой токсикоз проявлялся в легкой тошноте, чаще всего на голодный желудок. В целом я нашла решение этой проблемы, так как я работала весь первый триместр. Я подготавливала себе несколько перекусов, обязательно что-то ела, когда просыпалась, и ела между основными приемами пищи, просто чтобы не вызывать чувство острого голода. И в целом мне это помогало, и на этом все. То есть у меня не было тяжелых проявлений токсикоза, да, то есть я смогла эти 2-3 недели вот так вот в щадящем режиме легко прожить. Замечательно. А были ли какие-нибудь изменения вкусовых пристрастий, то, о чем все рассказывают? На самом деле, достаточно забавная история, потому что муж все спрашивал и ждал, «Ну когда же я побегу в магазин за арбузом и селедкой, и все ты будешь есть вместе?» Нет, на самом деле такого не было. Но, наверное, где-то я больше в свой рацион включала что-то соленого, да, я могла съесть больше соленой рыбы, мне хотелось вот что-то такого. Но не могу сказать, что было что-то такое эдакое, да, я не просыпалась ночью от острого желания съесть что-то такое, не зная что. Природа меня тоже пожалела, организма сильно не мучила в этом плане. Расскажи про какое-нибудь самое яркое впечатление, когда вот ты уже, ну, понятно, что ты рано узнала о том, что ты беременна, потому что сейчас в 21 веке это довольно просто осознать, но когда ты вот прям поняла, что вот, я беременна? Сначала я предполагала, что полное сознание придет, когда у меня появится животик. Но, наверное, самое первое такое полное сознание пришло, когда я начала чувствовать толчки ребенка. Вот тогда все поменялось абсолютно с ног на голову, потому что тогда я впервые ощутила вот это вот наполняющее чувство радости, тревоги, трепета за то, что да, вот в тебе растет новая жизнь. Я, в принципе, была всегда очень аккуратна и бережна к себе, но сейчас нужно еще относиться бережней, нужно следить за собой, сделать так, чтобы период беременности и прошел без стрессов, и чтобы ребенок пришел в этот мир как можно более гармонично. Ирина, ты сказала слово бережно. В чем это проявлялось? Ты как-то поменяла свой образ жизни или стала питаться чем-то особенным? Или в чем в твоем конкретном случае проявлялось это понятие бережного отношения к себе? До беременности я все равно старалась заниматься спортом, поддерживать форму, старалась правильно питаться. Не могу сказать, что я была приверженцем строгого какого-то прям правильного питания, но старалась, чтобы оно было сбалансировано. Я знаю, что многие продолжают заниматься спортом в беременности, но я решила исключить. Для меня это был психологический фактор риска. Я старалась больше гулять, потому что пешие прогулки, я знаю, это в принципе очень полезно и вне беременности, но беременность тоже. Я хотела очень пойти в бассейн, плавать, но в связи с тем, что была вот эта вот непонятная ситуация с пандемией, у меня лечащий врач сказал, что, наверное, лучше воздержаться от каких-то таких скоплений людей, да, и близкого контакта, поэтому я это компенсировала прогулками на свежем воздухе. Ну и так как я все-таки первый триместр работала в офисе, а потом уже в связи с второй волной пришлось перейти на удаленную работу, а работа у меня была связана с общением с людьми, я старалась минимизировать степень стресса, меньше волновалась, больше была в каком-то таком спокойном, расслабленном состоянии, не всегда получалось, но для меня это была задача номер один, потому что все, мне кажется, все начинается от ненужных волнений, от ненужного стресса. Да, действительно, очень важно, мы в своей онлайн-школе, я тоже везде рассказываю, что физические нагрузки во время беременности это очень полезно, но каждая должна выбирать для себя свой уровень этой физической нагрузки, и здесь психологический комфорт тоже очень важен, так что ты правильно говоришь. Ирина, были ли во время беременности какие-то из ряда вон выходящие ситуации, к которым ты вообще не была готова, вызвали у тебя какие-то эмоции в виде тревоги, страха? На самом деле я могу сказать, что у меня, наверное, была достаточно благополучная легкая беременность, единственный фактор стресса произошел во втором триместре, когда я все-таки заболела коронавирусной инфекцией, но, слава богу, все прошло хорошо, и здесь же, опять же, сыграло мое позитивный настрой, что все будет хорошо, я не должна волноваться. В третьем триместре, когда я уже была почему-то уверена, что все опасности позади, по крайней мере, те, о которых мне рассказал врач, да, возможные риски, я, к сожалению, попала на сохранение, точнее попала с угрозой преждевременных родов в роддом, но все благополучно закончилось, неделю спустя я вернулась домой, но после этого пришлось сохранять еще более щадящий режим, чтобы доносить ребенка до, скажем так, хотя бы положенного срока 37-38 недель, и тогда уже, когда у меня было время больше, я проводила дома, я начала усиленно готовиться к этому событию. Сейчас, обернувшись назад, может быть, ты можешь назвать какие-то ошибки, которые были во время беременности? Ну, наверное, я совершила такую классическую ошибку, как многие первородящие женщины и мамы, да. Сначала я ринулся изучать информацию о том, как ухаживать за ребенком. У меня не было возможности пригласить помощь, я знала, что я могу рассчитывать только на себя, поэтому я искала информацию везде, где только можно. И потом в какой-то момент, какой-то из форумов был, я наткнулась на интересный опыт, который рассказывают женщины о том, как именно первые роды где-то, может быть, травмирующие, или что-то, роды, в которых что-то пошло не так, или что-то, где они не были осведомлены, и как эти роды повлияли на будущее, скажем так, не только желание иметь второго, третьего ребенка, да, но и даже на взаимоотношения с тем ребенком, да, вот, которым, к рождению которого они готовились. И тут я задумалась, что, а достаточно ли информации я владею к тому, чтобы подойти к этому осознанно. Начала сказать больше информации уже в этом ключе. Увидела, что вот школа легкие роды проводит бесплатный вебинар. Я прошла этот вебинар, поняла, что я ничего не знаю об этом процессе и осознала, насколько это важно, быть подготовленным психологически к такому долгожданному событию. И приняла решение, что это просто необходимо, потому что я хотела быть, принимать участие в этом процессе, да, я хотела быть в контакте с врачом. Я не хотела быть сторонним наблюдателем, я хотела быть в это вовлечена, и если нужно, брать на себя ответственность, да, за какие-то возможные манипуляции или шаги. Ссылка на вебинар, про который говорит Ирина, находится в описании. Переходите по ссылке, будет очень полезно. Так, давай остановимся. То есть с угрозой преждевременных родов ты впервые попадаешь в роддом. Мне кажется, это очень много впечатлений, после этого должно было остаться. Расскажи. Прежде всего, меня увезли в роддом не в тот, в котором я планировала рожать, а меня увезли на скорой, в ближайший к дому роддом, куда я совсем не хотела попадать, но выбирать не приходилось. И, естественно, это был просто случай с поздным вечером, не было возможности делать УЗИ в этом роддоме, да, и меня увезли сразу в родблок, это как это называется, да, родильное отделение, где меня до утра положили под КТГ. Когда поставили датчики, врач сказал сразу, что КТГ хороший, с ребенком все в порядке, сейчас у нас будет до утра как минимум выжидательная тактика. Начали какую-то медикаментозную терапию, чтобы, видимо, снизить, да, угрозу именно рождения вот ребенка. Вот. Но я провела ночь в родильном отделении, я все слышала, скажем так, и это был такой интересный опыт, но меня это не напугало, единственный страх мой был за ребенка, но, как оказалось, все было не так страшно, то есть все обошлось. Это хорошо. Ну да, действительно, оказаться в родильном отделении на ранних сроках это обычно пугает, да, потому что вокруг непонятные звуки, те, которые и вызывают больше страха иногда, и после этого возникли какие-то мысли о том, что вот это вот все не за горами, и что же мне делать в этот момент. Мысль у меня возникла, почему, наверное, я все-таки должна подготовиться тщательно к этому. Пока я лежала, по-моему, за ночь было трое родов, но это, по крайней мере, то, что я слышала. И абсолютно ненароком я слышала, как проходили роды, скажем так, у каждой из этих женщин, и я понимала, что этот процесс может пройти абсолютно по-разному, но нужно сделать так, чтобы ты вложила то, что можешь сделать, да, то есть максимально этот процесс сделать безболезненным для себя. Понятно, что могут быть какие-то нештатные ситуации, от этого не застрахован абсолютно никто, но от себя ты должен сделать максимум, чтобы все прошло как можно спокойней. Какая именно конкретная ситуация натолкнула тебя на эту мысль, на то, что все может пройти по-разному, и ты можешь что-то сделать для того, чтобы у тебя прошло по-другому? За стенкой, скажем так, да, я слышала, как рожала женщина, может быть, у нее просто были не первые роды. Я слышала, как она четко слышала все указания врачей, старалась, и в итоге, по-моему, вот этот заключительный этап рождения ребенка прошел очень быстро. Она даже не издала ни звука, то есть, скажем так, держалась очень бодро. Но я слышала, как рожала другая женщина, не могла, видимо, взять себя в руки, страх, боль, может быть, сыграли свою роль первой роды, неподготовленность. Я слышала, как были перипетии с медперсоналом, потому что, видимо, в таком состоянии женщина теряет самообладание, и я поняла, что я не хочу так рожать. Я точно знаю, что если подготовиться информационно и подготовиться правильно психологически, этого можно избежать. Ну, Ирин, давай перейдем уже к самому процессу родов. Расскажи, пожалуйста, как роды, в принципе, начались. Потому что один из самых частых вопросов у меня девушки, которые приходят, которые предстоят первые роды, спрашивают, я точно не пропущу начало схваток, начало родов, и вообще успею ли я доехать в роддом. Вот расскажи, как это у тебя было. Страха у меня не доехать в роддом не было, потому что я уже знала, что все-таки это первые роды, и вряд и все будет настолько стремительно. Плюс я все-таки подобрала роддом недалеко от дома, чтобы можно было не нервничать в пробках. Прошло, у меня все, наверное, как, знаете, в классических, началось, как в классических американских фильмах. У меня не было предвестников, начнем с этого. У меня не было вот этих ложных схваток. В субботу вечером мы пошли на день рождения друзей. Все было хорошо. Мы немного отдыхали, пели песни под гитару. Ничего не предвещало, скажем так, ближайшего рода разрешения, потому что у меня было 38 недель. Я понимала, что это может произойти в любой момент, но, в общем-то, думала, что что-то все равно я должна почувствовать. В итоге в воскресенье с утра я просыпаюсь, чувствую себя прекрасно, встаю с кровати, слышу хлопок, и у меня отходят воды. Ну, это невозможно было ни с чем перепутать. Естественно, я сразу поняла, что произошло, разбудила мужа. У мужа, как и у многих мужчин, началась паника. Я относительно спокойна была. Первое, что я сделала, это позвонила влечащему врачу, потому что я рожала по контракту. И просто спросила, что мне делать, потому что, опять же, я знаю, что могут порекомендовать остаться дома. Да, но первый вопрос, который он мне задал, какого цвета воды, я сказала, что прозрачные, все в порядке, а схваток нет. Только вот такой процесс начался. И он сказал, что потихоньку, не спеша собираться и ехать в роддом. Расскажи про свои чувства и эмоции в момент, когда ты поняла, что излились воды, и вот процесс уже начался. Ну, прежде всего, для меня это было очень неожиданно. Я почему-то в своей голове рисовала, что это пройдет все совершенно не так, что у меня начнутся схватки, через какое-то время я поеду в роддом, там схватки усилятся, и все пойдет вот по такому сценарию. К такому ходу события была не совсем готова. У меня не было страха, такого панического страха. Конечно, у меня был трепет, потому что я понимала, что вот начался тот самый момент, к которому я готовилась. Но это такой, знаете, трепет, скорее, больше того, что ты понимаешь, что ты скоро встретишься со своим ребенком. Я ехала в роддом очень спокойно, совершенно. Муж паниковал, бегал, нервничал. Я была совершенно спокойна. Я спокойно собралась. Мы поехали, приехали в роддом. Там меня спокойно приняли. В принципе, врач мне сразу сказал, что будем ждать вот этот безводный период, первых схваток будем ждать. И я морально настраивалась, что, наверное, но это займет какое-то время, день, может быть. Я знала, опять же, что это может занимать до 19 часов. Но события развивались гораздо более стремительно, опять же, чем я ожидала. Поэтому ждать так долго не пришлось. Скажи, у вас были партнерские роды? Муж был на родах с тобой? Я не могу сказать, что я всеми руками за партнерские роды. Я знаю, что это сейчас очень популярно. Я предлагала ему на этапе планирования, спрашивала. Я считаю, что решение должны принимать оба супруга. Ни в коем случае жена не должна мужа ставить перед фактом. Он сказал, что он готов на, скажем так, вот это на период схваток, то есть без присутствия в самом финале. Я сказала, здорово, это бы мне очень помогло. Но когда прошло время, и надо было уже решать и что-то делать, я задала этот вопрос второй раз, видела сомнения в глазах и поняла, что все сомнения в данном случае в пользу нет. И в этот момент, скажем так, многие подруги, которые через это прошли, посоветовали мне рассмотреть доулу на роды. И со мной была Настя Сафина. Переходим к финалу. Расскажи про сами роды. Как все проходило? После того, как меня перевели в палату, меня подключили к КТГ, и чтобы посмотреть средствение малыша, ну и, в общем-то, я должна была ожидать периода схваток. Я все-таки думала, что все начнется с такой вялотекущей фазы, да, которая длится дольше всего, с большими перерывами. Но я не знаю, как так произошло. У меня начались сразу вполне ощутимые схватки с очень маленькими перерывами. Я позвала дежурного врача, сказала, что, по-моему, все идет очень быстро. Она проверила раскрытие, сказала, да, нужно звонить вашему врачу. К тому моменту, как он приехал, я уже начала думать про эпидуральную анестезию, хотя не хотела ее ставить, не планировала. Так как у меня не было прямых к ней показаний, врач меня отговорил. Он сказал, попробуем активную фазу переживать в джакузи. Вот, поэтому активную фазу я переживала в воде, помогала при свечах, с музыкой. В общем, было тяжело, но такая атмосфера помогала, правда. Настя была рядом, поэтому мы справлялись. В какой-то момент, когда врач снова проверил раскрытие, сказал, что будем пробовать рожать вертикально. Это на стульчике таком специальном. Меня посадили на стул. Мы были вместе уже этот период с акушеркой. Здесь немножко такая произошла вещь, у меня никак не опускался ребенок, не получалось. Это называется, насколько я помню, слабость второго родового периода. Поличная слабость второго родового. И в итоге меня положили на акушерское кресло. Пришлось поставить капельницу с окситоцином. Но буквально, наверное, пять минут достаточно было. И после этого мой малыш появился на свет. Чудесная история. Ну и расскажи, оглянувшись назад, все, что ты проходила на этих онлайн-курсах, они на деле тебе пригодились? Вот в сам час пик ты не забыла обо всем, что ты учила до этого? Или все-таки все эти техники, они тебе всплыли в голове и помогали проживать эти ощущения на месте? Абсолютно точно мне это помогло в том плане, что я ехала в роддом без паники. Страх, он есть в любом случае. Невозможно не бояться какой-то неизвестности. Но это не, знаете, такой не всепоглощающий страх. Это как страх волнения. Я точно знала, что и как будет. Я понимала, какая фаза родов у меня сейчас происходит. Я старалась контролировать свое дыхание, как учат в школе. Настя помогала, потому что в периоды сильных схваток, когда кто-то рядом тебе подсказывает, тоже важно. У меня была и хорошая кушерка в этом плане тоже. Поэтому знание дает в тебе уверенность. А уверенность заряжает тебя на позитивный настрой, что все должно пройти хорошо. Это очень важно на это настраиваться. Тогда все пройдет с минимальным осложнением, я уверена. Жалко, что вы этого не видели, но мы сейчас прерывались на кормление малышки. Это было просто замечательно. И сейчас мы спросим у Иры, как же она справляется с первыми месяцами материнства? Любая мама молодая, у которой все прошло хорошо, скажет, что материнство – это большое счастье. Мой совет мамочкам, которые готовятся к родине первого ребенка, обязательно подумать, спланировать свои первые месяцы так, чтобы вы смогли заняться вашим ребенком, посвятить себя полностью донашиванию, скажем так, первые три месяца хотя бы вашему ребенку и перепоручить все остальное мужу, родственникам и всем остальным. Потому что после родового периода это очень важно. Для меня он прошел достаточно легко. Мне кажется, я на второй день готова уже была бегать и прыгать. Хотя мне старались все уложить в постель и говорили, что мне нужно отдыхать. Но, видимо, в этом состоянии эйфории не хотела этого делать. И в целом все прошло хорошо. И да, я рада, что все идет так, как я планировала. Про особенности после родового периода мы также рассказываем в нашей онлайн-школе. Ирина, спасибо огромное, что ты к нам пришла. Мне кажется, ты зарядила позитивом всех, кто смотрит нас. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие видео. До встречи. Пока.